МИХАИЛ КИТАНИН На первичном рынке средняя цена квадратного метра составляет более 30 тысяч рублей. Типовые квартиры оценивают в среднем по 29 тысяч, элитные – более чем в 35 тысяч рублей. На вторичном же рынке средняя цена жилья составляет 31 тысяч. Квартиры самого низкого качества продаются не менее чем за 29 тысяч рублей за квадратный метр, а самого высшего – по 43 тысячи. Все красочные места области в одном месте. В Саратовской областной думе открылась выставка художника Нурали Шафеева под названием «Пою тебя, моя Россия». Представлены 27 картин, в основном пейзажа. Все они будут переданы в дар Краеведческому музею Аркадака. Для них там создан специальный отдел изобразительного искусства, который планируют пополнять новыми произведениями художников. Спасем бездомных животных. Студенты Института филологии и журналистики СГУ проведут благотворительную акцию в поддержку приюта для бездомных животных. В обращении, которое разместили на сайте университета, призывают всех желающих поучаствовать в судьбе животных и поделиться всем тем, что не нужно. Это старая одежда, постельное белье, полотенце. Также приветствуются медикаменты, крупы и корма. Пожертвования будут принимать в 228-й комнате 11-го корпуса СГУ. Все собранное отдадут приюту для бездомных животных в заводском районе. Деньги тратились не по назначению. Районные прокуратуры выявили факты незаконного расходования средств, которые предполагалось направить на организацию рабочих мест для увольных и сокращенных. Ряд предприятий суммы из областного бюджета тратили по своему усмотрению, так же, как и некоторые безработные, которые получали деньги на открытие своего бизнеса. При этом нарушители в центры занятости предоставляли подложные документы. Между тем, в настоящий момент безработных в регионе уже более 26 тысяч. В основном это бывшие работники торговли, обрабатывающих предприятий, бытового, социального и коммунального обслуживания. За сутки уровень воды на двух реках области повысился. Глубина Большого Иргиза и Терешки увеличилась на 7 сантиметров. Все еще остаются подтопленными 6 мостов. Между тем, паводковая обстановка стабильнее. Уровень воды на большинстве рек ежедневно снижается. Между тем, глава областного МЧС Александр Рободанов завел свой блог. Главный спасатель региона предлагает направлять обращение на рабоданов.блог.ру и гарантирует, что отреагирует на каждое. Экс-председателю комитета по управлению имуществом администрации Саратова Александру Афонину в ближайшее время предъявит обвинение. Напомню, в октябре прошлого года чиновника задержали в одном из кафе Саратова при получении взятки в 130 тысяч рублей. Деньги он требовал от предпринимателя за решение вопросов с предоставлением земли. В тот момент Александр Афонин был пьян и находился в обществе проститутки. Утром следующего дня чиновника отвезли в больницу с сердечным приступом. В настоящий момент доказательная база собрана и следствие ждет выздоровления подозреваемого. Коммунальный конфликт в Ленинском районе. Управляющие компании Елшанка и Калина не поделили девятиэтажный дом, жители которого добровольно перешли в другую обслуживающую компанию. После оформления всех документов с председателем ТСЖ Калина начали происходить странные вещи. Сначала женщину неизвестной избили на улице. После кто-то разбил окно в ее квартире, а в минувшую пятницу подожгли двери ее приемные. В милиции возбуждать уголовное дело отказались. Большой праздник с национальным колоритом. Впервые науры с Майрамы провели на областном уровне. В переводе на русский это означает Новый год. Площадкой для торжества выбрали Маркс, так как в этом городе проживает довольно-таки большое количество казахов. Науры с Майрамы пригласили отметить и гостей из Казахстана. Также подготовили развлекательную программу. Всем желающим предлагали покататься на лошадях и даже верблюдах. В специально установленных юртах готовили национальные блюда. Следующий большой казахский праздник также пройдет в Марксе. Краснодарские рэп-звезды в Энгельсе. Громкая музыка, лазерные спецэффекты и бешеный ритм. Приезд группы Триада стал одним из важнейших событий для саратовской и энгельской молодежи. Концерт проходил в ночном клубе Энгельса, где помимо самих кумиров на разогрею выступали лучшие коллективы области. СКВ, Раундап, Калиюга и многие другие группы порадовали своими песнями фанатов. На этом у меня все. Следите за жизнью Саратова и других городов вместе с WorldPost TV. Субтитры создавал DimaTorzok